Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Латоша Климонес, которая стала первой чернокожей заместителем начальника пожарной охраны Бойнтон-Бич до выхода на пенсию в 2020 году, требует возмещения ущерба на сумму более 100 тысяч долларов. Городские власти, заказавшие проект фрески, сразу не заметили, что чернокожие пожарные превратились на картине в белых. Город заказал проект в честь своей пожарной службы и представил его в июне 2020 года. Он был удален всего через день из-за общественного возмущения по поводу искажения внешности Климона и внешности ее бывшего начальника Гленни Джозефа, который также является черным. В жалобе Климонес утверждается, что после одобрения фрески в ноябре 2019 года, действия местных властей были совершены намеренно и сознательно, чтобы опорочить и ранить Климонес, причинив ей как психический, так и эмоциональный ущерб, а также уменьшить ее доход. Адвокат Климонес подал вторую измененную жалобу с требованием возмещения ущерба на сумму более 30 тысяч долларов, и, согласно судебным протоколам, заседание по рассмотрению иска назначено на 30 ноября. Действия городских властей не заставили себя ждать, белого менеджера по связям с общественностью Деби Каулес-Добей, которая работала в администрации Бойнтон-Бич, сразу же уволили, как и начальника пожарной службы Мэтью Пэтти. Но его-то за что, спросите вы? Видимо потому, что он белый. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.